Достигай Израиль и весь мир Брухим Хабаим Бешемо Данай Добро пожаловать в своё имя Господа Друзья, мы сегодня рассмотрим Слове Божьим Тему, которая будет весьма актуальной и практичной Мы говорим с вами о том, как доверять Господу В самые трудные времена нашей жизни Да, я знаю, что некоторые люди Прямо сейчас переживают очень непростые времена И задаются вопросом, где же Бог? Что происходит? Кажется, что повсюду хаос и ухудшение Иногда нас охватывает паника Но я знаю, что Бог больше всего этого И Он хочет учить нас этому Помню то время, когда наша дочь была в больнице Ей хотели делать переливание крови Я верю в медицину и в докторов Но я помолилась Богу И почувствовала, что Дух Святой сказал Нет, не нужно мучить вашу дочь этим переливанием крови И я решила довериться в этом Богу Медсёстры решили, что я сумасшедшая На их месте я бы тоже так подумала Но Бог одержал победу И она выжила Бог хочет, чтобы мы учились тому Что Он суверенный Просто слушайте Его голос И доверяйте Ему во всем И будет благословение Шалом вам Шалом Увраха, мира и благословений вам Сегодня мы продолжаем второй сезон серии программ Которую я назвал «Песня Анны» На иврите это будет звучать как «Песнь Ханны» Мы разбираем тот момент, когда Господь открыл утрубу Анны И она родила пророка Самуила Затем она принесла Самуила в Дом Божий Представила Его священнику Илью И после посвящения Его Господу Она начала молитву или песню Мы уже отсняли несколько программ на эту тему Поэтому я не буду повторять все Я рекомендую вам посмотреть первый сезон И два предыдущих выпуска из второго сезона А сейчас я продолжу с того места На котором я остановился в прошлый раз Итак, восьмой стих Послушайте, пожалуйста, Слово Божие Напоминаю, что Анна говорит под вдохновением Святого Духа А в Новом Завете сказано, что все, что написано в Библии Написано под вдохновением Святого Духа Ни одно пророчество Библии не написано по воле человека Библия составлена исключительно под вдохновением Святого Духа Итак, послушайте Слово Божие А я постараюсь донести до вас свои мысли Еще ярче и с еще большей глубиной, чем раньше Я очень хочу, чтобы это Слово проникло глубоко в ваши души Чтобы вы смогли принять его и жить в его реальности Итак, Анна прославляет Бога после того, как Бог сверхъестественно Открыл ее утробу И она родила ребенка И вот она говорит Из праха подъемлет он бедного Избрение Возвышает нищего Посаждаясь с вельможами И престол славы Дает им в наследие Ибо у Господа Основание земли И он утвердил на них Вселенную Здесь мы видим окно в понимании суверенности Бога Действующий на этой земле Помню то время, когда я только стал верующим Еврейский парень, живущий в Кливленде, штат Огайо Я ничего не знал об Иисусе Иисус был для меня так же далек Как человек, который был на Луне Вернее, фразу Человек на Луне Я слышал чаще, чем я слышал об Иисусе Для меня, для еврея Он был совершенно чуждым Все мои друзья детства были евреями Только один мой друг не был евреем Но он так же был очень далек от христианства То есть я был совсем не знаком с христианской верой С учением и с личностью Иисусом Я никогда даже об этом и не думал Но, как многие из вас знают В 1978 году Иисус явился мне в моей спальне Я его не искал И даже никогда не читал Новый Завет Никто и никогда не проповедовал мне Бог сам пришел ко мне и открылся После этой встречи с Ним Я был в таком восторге Потому что до этого я был потерян Мне было 20 лет Я искал смысла жизни Я не знал, какой путь в жизни Мне нужно выбрать Но когда Иисус явился мне Я вдруг понял, что нашел ответ Я понял, что Бог живой И Он показал мне, что Иисус есть путь И я понимал не все И не до конца, но знал, что каким-то образом Он путь Я начал всем рассказывать об этом И кто-то сказал мне «Тебе нужно раздобыть Новый Завет» Тогда я пошел и купил Новый Завет И начал поглощать Слово Божие Я стал всем рассказывать об этом Несмотря на то, что все мои друзья были евреями А один — итальянцем В моем близком круге общения Были только евреи Но в школе, которую я посещал Было также много неевреев И когда я там стал рассказывать об Иисусе Кто-то посоветовал мне почитать Новый Завет Как я уже говорил, я купил Новый Завет Стал жадно читать его И еще больше говорить об Иисусе Со временем кто-то сказал мне «Тебе нужно сходить в церковь» Моя знакомая, не еврейка, пригласила меня в церковь Это, кстати, была подруга моего брата Эта девушка сказала мне «Тебе нужно сходиться в мою церковь» Она сама только недавно уверовала И вот однажды она заехала за мной И повезла меня в церковь Не буду называть имя той церкви Чтобы не бросать на нее тень Там было сильное собрание В то время это называлось «Движение Иисуса» Движение Иисуса началось в конце 60-х И продолжалось до середины 70-х Позже я узнал, что в это время Очень многие евреи приняли Христа Потому что Господь являлся им Сверхъестественным образом Итак, она привезла меня в ту церковь И там было много молодых людей Затем на сцену вышел проповедник Но мне не совсем понравилось, как он проповедовал У него Бог выглядел как сила с одной стороны А дьявол с другой стороны Создавалось впечатление, что они практически равны между собой Он говорил о том, что нужно выбрать Бога Потому что в конечном итоге Бог победит Но Бог был показан далеко не суверенным Казалось, что мы живем в дуалистичном мире Где силы добра и зла равны Мне это показалось неправильным Я сказал себе Может, я мало что знаю о Боге Но глубоко внутри я понимаю Что тут что-то не так Бог есть Бог И Он ни с кем не сражается за власть Он творец и Бог Он такой один и нет никого другого Затем я стал посещать другие церкви И там я слышал похожие послания Эта нотка прослеживалась почти во всех проповедях В разных церквях Все они изображали Бога Который сидит на небе И сражается за свое право оставаться Богом Если мы здесь на земле Будем достаточно молиться И прилагать усилия То это поможет Богу победить Я подумал Да ведь это ерунда Мой дух отказывался принимать такое И я стал копаться в Слове Божьем И увидел, что это теология Которая преподносится так тонко Во многих церквях Совсем не библейская Когда мы понимаем Еврейское основание нашей веры Мы понимаем, что Бог Господь всего мира Именно об этом и говорит Анна В 8 стихе Из праха Подъемлет он бедного Избрение Возвышает нищего Посаждаясь вельможами И престол славы дает им наследие Ибо у Господа Основание земли И он утвердил на них вселенную Слово Божие Говорит о том, что весь мир Сейчас держится Духом Божьим В послании к римлянам сказано, что все от него Через него И только лишь для него Все, что сейчас существует на земле Существует лишь потому, что слава Божия допускает это А все, что происходит сейчас на земле Имеет свою конечную цель Именно поэтому, когда я посетил ту молодежную церковь В моем духе родилось противоречие Я понял, что слова проповедуемые с кафедры неверны Потому что Бог правит и царствует во всей вселенной Да будет слава Ему вовеки В сегодняшнем выпуске еврейских моментов Я хотел бы поговорить о заветном имени Бога Которое произносится с придыханием Яхве В шестой главе книги Исход Бог сказал Моисею Ваши предки, Авраам, Исаак и Иаков Знали меня как Эл-Шадая Что означает Бог Всемогущий Авраам, Исаак и Иаков Знали меня как Бога Всемогущего Но по моему имени Яхве Они меня не знали Бог также открыл Моисею Что это имя состоит из четырех еврейских букв Ют, Хей, Вав, Хей А также это его заветное имя навеки В книге Исход 20 главе Бог сказал Моисею Я, Яхве, твой Эль Или твой Бог Мне нравится то, что Бог не какой-то далекий и безликий Нет, Он личность и у Него есть имя Конечно же, мы должны быть очень осторожны С произнесением имени Бога Чтобы не произносить его напрасно Но в еврейской Библии оно встречается целых семь тысяч раз Будьте благословенны Я понимаю, что, оглядываясь назад, нам сложно понять, что именно сейчас происходит Да, но, говоря это, я пытаюсь быть чувствительным Да, нам многое непонятно В мире много страданий и боли И мы лишь пожимаем плечами и спрашиваем Почему? Почему Бог все это допускает? Если мы честны с собой, то у нас возникает этот вопрос Что это такое? Это неправильно Но еврейская Библия говорит нам, что Бог Авраама, Исаака и Иакова Это Бог на небе и на земле Второзаконие, 4 глава, 39 стих Так верил Иисус В прошлых выпусках мы уже упоминали, что Он говорил, что даже воробей не падает на землю без ведома Отца А когда Он стоял перед Пилатом, и тот сказал Неужели ты не знаешь, что Я имею власть распять тебя? И Иешуа ответил Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше Иисус понимал, что у Господа основание земли И все, что происходит в Его жизни на этой земле, имеет свою конечную цель Даже если это зло, у Него все равно есть цель Например, что произошло сразу после того, как Иисус вышел из реки Иордан после Своего крещения? Библия говорит, что Дух Божий повел Иисуса в пустыню, чтобы там Он 40 дней был искушаем дьявола Неужели дьявол просто бесцельно атаковал Иисуса? О нет! Библия говорит, что Дух Божий повел Иисуса в пустыню Я пытаюсь пробурить глубже, чтобы мы с вами отошли от поверхностного новозаветного представления о Боге И получили полное представление о Нем Еврейская Библия говорит о суверенности Бога В Евангелии от Матфея 13 главе Иисус сказал, что каждый книжник А книжник — это тот, кто делал копии Торы Книжники занимались тем, что переписывали Тору и Танах, слово за словом А это означает, что они хорошо знали Слово Божие Иисус сказал, что всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину Который выносит из сокровищницы Своей новые и старые Иными словами, тот, кто знает еврейское Писание, а потом становится последователем Иисуса Сможет выносить сокровища старые и новые Именно этим мы здесь и занимаемся Мы добываем из еврейской Библии те сокровища, о которых говорил Иешуа И которые помогут нам понять Хошема, его мышление и его суверенность на земле А это означает, что в каждой ситуации мы должны спрашивать Господа Господь, а как мне на это реагировать? Чему ты пытаешься научить меня через это? Ты это допустил? Я не могу отказаться от веры в тебя или просто сказать, что это сделал дьявол Потому что я в жизни Иова, именно Бог позволил дьяволу атаковать его Поэтому я спрашиваю тебя Господь, какую цель ты в этом преследуешь? Помоги мне пережить это Помоги мне найти смысл в этом Я знаю, что ты все обращаешь во благо Помоги мне понять, что ты суверенный не только на небе, но и на земле И хотя я не все понимаю, но я доверяю тебе Нам многое непонятно Мы не понимаем, почему Господь допустил то или это Но даже когда мы не понимаем Его пути Давайте доверять Его верности и Его сердцу Бог добрый Его пути выше наших путей А Его мысли выше наших мыслей Он суверенный на небе и на земле Поэтому давайте доверять Ему Даже если мы не понимаем, что происходит Наша проблема в том Услышьте меня Наша проблема в том, что мы все воспринимаем с временной сферы Мы мыслим категориями Земли Наш разум привык мыслить тем Что здесь и сейчас Мы не думаем о вечном Поэтому мы на все смотрим с точки зрения того Что происходит в данный момент И делаем соответствующие выводы Но происходит значительно больше Чем то, что мы видим на данный момент У Бога есть вечный план А вот почему Павел писал Что наши временные испытания Даже не стоит сравнивать с вечной славой Которой эти испытания готовят нашу душу Когда мы проходим временные трудности И при этом держимся за Господа А также любим Его и сохраняем Ему верность В этих временных земных трудностях То в результате наша душа будет обогащена И наполнена вечной и весомой славой Божией Как я уже говорил Наша проблема в том, что мы слишком земные А также слишком надменные Считая, что мы понимаем, что происходит И поэтому мы оцениваем все С точки зрения здесь и сейчас Вместо того, чтобы понять Что Его пути не наши пути А Его мысли не наши мысли Как небо выше земли Так Его пути выше наших путей А Его мысли выше наших мыслей Поэтому давайте будем доверять Ему И не будем думать, что мы знаем лучше Бог думает о вечности И Он использует все для славы Своей Вот как Анна прославляет Его Нет другого, кроме Тебя И нет твердыни, как Бог наш Не умножайте речей надменных Дерзкие слова, да не исходят из уст Ваших Ибо Господь есть Бог ведения И дела у Него взвешены Лук сильных преломляется А немощные припоясываются силою Господь умерщвляет и оживляет Низводит в преисподнюю и возводит Господь делает нищим и обогащает Унижает и возвышает Все это говорит о суверенности Бога Анна говорит Перестаньте хвастаться Потому что вы не знаете, что происходит Давайте доверять Богу И восьмой стих провозглашает Ибо у Господа основание земли И Он утвердил на них вселенную Отец, прости нас за наше высокомерие Помните Адама и Еву, которые съели плод с дерева Познание добра и зла Дьявол сказал им, что если они съедят с этого дерева То они будут знать, что хорошо, что плохо И понимать, что происходит Не полагаясь при этом на Бога Отец, последствия этого греха Присутствуют в нашей жизни И сегодня Мы думаем, что можем решать Что хорошо, что плохо И даже судить тебя О, Отец, мы виновны Высокомерии и надменности Мы размышляем над словами Анны Которая сказала Не умножайте речей надменных Дерзкие слова Да не исходят из уст ваших Ибо Господь есть Бог ведением Отец, мы каемся перед тобой И склоняем наши колени Прости нас За наш ошибочный взгляд на жизнь И за мысли о том, что мы имеем право судить Или решать, что хорошо, а что плохо Я склоняюсь перед тобою Отец Прости всех нас Помоги нам признать Что ты высокий и превознесенный Ты суверенный Дай нам такой взгляд на мир Который совпадает с твоим взглядом на мир А также дай нам понять, что ты все делаешь по воле своей Я молюсь о том, чтобы плодом этой проповеди Было то, чтобы мы увидели тебя В твоей славе и возвышенности И поняли, что ты царствуешь И на небе, и на земле А еще ты в своей благодати Царствуешь в наших жизнях Отец, спасибо за твою любовь Мы отдаем тебе свои жизни Так же, как и Анна Посвятила тебе Своего ребенка Мы знаем, что ты верный И ты возвышаешь Нуждающихся Как говорила та же Анна И сажаешь их с вельможами Поэтому, Отец Спасибо тебе За твои хорошие цели В нашей жизни Друзья Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам мужество Принять то, что Он суверенный Он любит вас И царствует вашей жизни Поэтому никогда и ни в чем Не сомневайтесь Шалом вам Завершим передачу благословения В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону Произносите это благословение На мой народ И тогда мое имя будет на них Возлюбленные дети Бога Я хочу, чтобы прямо сейчас Вы приняли благословение Своего Отца Я ва-рехехе Яве Ва-йиш-мар-е-cha Я ер-я-ве Панаве-ле-cha Ви-ху-не-еха Иса-я-ве Панаве-ле-cha Ви-я-сем-ле-ха Шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиль Благословит вас И сохранит Пусть Господь презрит Лицом Своим на вас И будет милостив к вам Да обратит Господь Лицо Своё На вас И пусть Бог Отец Продолжает непрестанно Давать вам Божий мир Если двое из вас Согласятся на земле Просить о всяком деле То, чего бы ни попросили Будет им от Отца Моего Небесного Позвольте нам молиться о вас Присылайте нам на сайт Ваши молитвенные просьбы Или пишите на наш почтовый адрес Наша команда молитвенников Молится за каждую нужду в отдельности Когда вы получите ответ от Бога Или если Бог коснулся вас Через наше служение Вышлите нам свое свидетельство Мы хотим радоваться вместе с вами Ваше свидетельство вдохновит других Мы побеждаем кровью Агнца И словом свидетельства своего Действительно ли Бог контролирует все В следующий раз на программе «Узнавая еврейского Иисуса» Вы узнаете правду о силе и суверенности Господа Не пропустите этот захватывающий выпуск Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера Мы приглашаем вас стать нашим партнером Достигая Израиля и весь мир Заходите на наш сайт Или позвоните нам по телефону на экране Чтобы стать партнером в служении Равина Снарядить тело Христа Созидать церковь и благовествовать этому миру Благодаря вашей поддержке Служение «Узнавая еврейского Иисуса» Сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия Вместе мы производим перемены И готовим путь для возвращения Царя Иисуса Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец Продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова Которое живо и действенно острее меча обоюдоострова Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию и Иисуса Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью Когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли Наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни Включая использование наших финансов Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу Мы не можем войти в полноту Его присутствия Не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни Если Господь благословляет вас через это служение И вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные Я прошу вас, будьте послушны Господь да благословит вас обильно Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС Или же вы можете сделать это на нашем сайте В знак благодарности мы вышлем вам аудио-проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537 На Земле многие из нас верны Господу финансам Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание» Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса» Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться» Чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода